Собираются курайшиты, чтобы убить посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. То есть не могут с ним никак покончить, то есть хотят остановить в Куран. Каждый день в Куране посылается новый аят, новый хук. Это начало раздражать их. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, выходил из своего дома, не боялся их. С ним не было меча, не было кольчуги одет и не было с ним копья. Но однако он выходил и читал Куран. И это раздражало их. И боялись они Курана. Боялись они Курана. И читал им Куран. И когда он хотел мимо них пройти, прочитал эти аяты. И Аллах, субхану ата'аля, скрыл их. То есть зора мимо них ходила, они даже его не замечали. Здесь все вышли, Аллах, субхану ата'аля, и мы сделали. Перед ними преграду, и за ними преграды. И забрали их зрение. Это когда он хотел выйти, сделали хиджру в Медину. Переселился в Медину посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И Аллах дал ему победу в битве при Бадре. Как раз битва при Бадре была в Рамадане. И именно сура, которая неспособна была в Рамадане, при Бадре, это сура Аль-Анфаль. Сура Аль-Анфаль, восьмая сура Священного Курана. Трофея. Потом наступает, после Бадра была битва ухуд. Пришел Абдуллах ибн Кани'а, который был на стороне Курашитов, на стороне неверующих. И убил Мусаба ибн Умейра. Мусаб ибн Умейр, он был похож на посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И подумал, что он убил пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. То есть, был лицом похож на посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Также был похож лицом, внешним видом и внутренним качественным охляком на посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Джа'фар ибн Абиталиб. Джа'фар ибн Абиталиб. Когда он пришел, после открытия Хайбара, пророк Мухаммад, салаллаху асалям, очень обрадовался и сказал, ла а'алам бима афраху аксар, би фатхи Хайбар, ау би кудуми Джа'фар. Я говорю, не знаю, чему мне больше радоваться, открытием Хайбара или то, что Джа'фар пришел к нашей ряды. Поэтому посланник Аллаха, салаллаху асалям, сказал Джа'фару, ташбухни хулукан вахалкан. Ты похож на меня как внешне, и также внутренне. Поэтому Абу Хурейр, он сказал, его понимание, что лучший из сахабов это Джа'фар ибн Абиталиб. Другие сахабы говорят, что Абу Бакр, но Абу Хурейр в этом с ними разногласил и говорил, что лучший из сахабов это Джа'фар ибн Абиталиб, потому что посланник Аллаха, салаллаху асалям, сказал, ты похож на меня как лицом и также и внутренним качествами. И вот это вот Абу Ла, ибн, 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 убил Муса'аба ибн Умэр и подумал, что убил пророка Мухаммада и начали кричать среди курашитов, что убили посланника Аллаха. Тогда Аллах не спасал аят из Кур'ана распространился весь то, что Мухаммада убили. Аллах не спасает пророка Мухаммаду то есть, Вишня Аллах сказал Мухаммад никто иной, кроме как посланник. До него тоже были посланники. Если он умрет или будет убит вы вернетесь от религии то есть, Аллах задает вопрос потом был хадж посланник Аллаха потом уже другой период, когда был прощальный хадж, посланник Аллаха был на своей верблюдице и Аллах не спасал ему завершил для вас своей милости и для вас доволен только религией, исламом после этого посланник Аллаха сказал я думаю, что после этого года мы больше не встретимся то есть, посланник Аллаха почувствовал от этих аятов то, что все религия она полная то есть, ничего новых новых законов не будет и салаллаху али с ним обратился и сказал наверное, после этого я больше с вами не встречусь после этого года последний год мы с вами то есть, представляете, как тяжко было слышать эти слова с сахабам, которые вместе с ним то есть, мы сейчас вкратце просто описали какой путь они прошли с посланником Аллахом саллаху алейхи ассалям когда уходили у кого-то мужья отцы дети на джихад и когда возвращались первые жены спрашивали вопрос жив ли Мухаммад саллаху алейхи ассалям одна женщина подожди у тебя отец убит на этом джихаде мужа убили ребёнка Говорят, мне ответьте на вопрос Мухаммад саллаху алейхи ассалям жив или нет? после этого любая слушаем любая проблема не проблема собрана так они любили посланника Аллаха после рожали прощального через 3 месяца посланника Аллаха чуть меньше 3 2,5 месяца умер посланник Аллаха саллаху алейхи ассалям сумма Остановилось Откровение Небесное, то есть Коран, больше не спосылался. Среди них, сахабов, не остался пророка. Пророк ушел. После этого Умар, когда не хотел заходить в дом посланника Аллаха, дабы удостовериться, жив ли пророк или нет. Он не хотел даже слышать, что он умер. И Усмай тоже не хотел этого. Представляете, когда человеку тяжело какую-то новость кому-то сообщать. Они не сходили. Абу Бакр пошел. Я к чему ваджил, салаллаху алейху ассалям. Начал говорить, он не умер. Кто будет говорить, что он умер? До того они любили, были привязаны к посланнику Аллаху алейху ассалям. Некоторые сахабы покинули Медину. После того, как он умер. Как Беляль, например. Когда умер посланник Аллаху, он покинул Медину. Он говорит, я не хочу, чтобы у меня что-то напоминало о Медине. Это мне тяжко, потому что будет напоминать о посланнике Аллаха. Потом, когда он через какое-то время вернулся в Медину, сказал Айдань, и все заплакали, сахабы. То, что мы вспомнили времена посланника Аллаха. Через несколько лет, когда Беляни вернулся в Медину. Открыл лицо посланника Аллаха. И был удостоверен, что он умер. То, что он умер. Поцеловал посланник Аллаха между глазами в лоб. Понял, что он умер, удостоверился. Потом он вышел в мечеть к людям, чтобы сказать эту весть. Залез, поднялся на мимбар. То есть на кафедру, откуда имам проводит хутбу. То есть раньше не было такого мимбара. Именно во время посланника Аллаха был какой-то камень. Некоторые говорят, что какое-то дерево, пенек был во время посланника Аллаха. То есть возвышенность. Теперь Алима Абу Бакар, Абуллаху Альху, Ана хаджи, джилл Кур'ана. Валяяк валюн сила, Абуллаху Альху. Который всегда был привязан с посланником Аллаха. Который вместе с ним сделал хиджру. Который вместе с ним был в пещере. Когда именно их искали куфары, чтобы поймать его. То есть он прикрывал. Посланник Аллаха, когда спал, Абуллаху Альху закрыл своей ногой, своей рукой закрыл щели, чтобы оттуда не выползали какие-то насекомые. Чтобы не ужалили посланник Аллаха. Закрывал пяткой, закрывал ногой. Оттуда там ему ужалил скрипион. Потом он не мог стерпеть уже. И у него пробил пот. И этот пот упал на посланник Аллаха. То есть к он любил посланник Аллаха. Когда он во время хиджры, посланник Аллаха, хотел пить. Была у него жажда. Абу Бакар пошел искать воду. Когда он нашел воду, пока нес, он мог бы сделать глоток. Он тоже жаждал. Но однако он не хотел вперед посланник Аллаха пить, и когда дал ему, и когда порок Мухаммад пил, Ау-Бакр сказал, то есть я видел, как утолялась жажда посланника Аллаха, тем самым, глядя на него, радуясь, моя жажда тоже утолялась. И вот это Ау-Бакр вышел, знал, понимал, что это поколение Кур'ана, и кроме Кур'ана они ничего не примут. Нужно Кур'аном как-то объяснить, что все нету среди нас посланник Аллаха. И тогда он сказал, сам себе сказал, то есть не вернулся на свои слова, от себя чего-то не говорил, и не сказал, такой-то, такой-то человек что-то сказал. Прочитал он им аят из Кур'ана. Мухаммад никто иной, кроме как посланник. То есть с этим обращением, после того, как удостоверился в смерти посланника Аллаха, обратился к верующим, сказал, Мухаммад никто иной, кроме как посланник. До него были тоже посланники. Если он умер, умрет или будет убит, вы отвернетесь, покидаете религию, оставите религию. То есть обращение Аллаха. Аллаха. Потом он сказал следующее. То, кто поклонялся Мухаммаду, знаете, Мухаммад умер. То есть до этого он прочитал аят. То есть он посланник, он умрет. То есть ты умрешь. И все умрут. Мы тут не навещан с вами пришли. И сказал, кто поклонялся Мухаммаду, Мухаммад умер. А кто поклоняется Аллаху. Поистине Аллах живой и никогда он не умрет. Всевышний Аллах сказал. То есть то, кто оставит, если оставит эту религию, после этих аятов. Если вы вернетесь, оставите это. А то, кто оставит, отвернется. Тем самым нисколечко не навредит Аллаху. И Аллах наградит благодарных людей. Когда Умар услышал это от Абу-Вакра, никто не мог сказать, что Абу-Вакр лжет. Потому что его одно из имен Сыддык, его качество Сыддык. Все, что он говорил, правда. И все ему верили, не проверяя. То есть понимая Абу-Вакр, это не кто-то иной. Это Абу-Вакр говорит. И когда Умар услышал, когда до этого говорили, что Мухаммад умер или нет, не верили. Когда Абу-Вакр сказал, Умар услышал. Умар услышал. Его ноги, то есть зафиксированы были пятки. Не смог даже сделать, пошевелиться, пошататься. То есть был в шоке. И как будто он первый раз слышал этот аят в Куран. Хотя до этого он его читал и знал. Умар. Умар.